Мы, безусловно, рассчитывали на более благоприятное решение суда, потому что, как я уже говорила в судебном заседании, я считаю, что это противоречит Европейской Конвенции по правам человека, то, что лицо должно находиться под стражей только из-за того, что прокуратура не смогла обеспечить поддержку государственного обвинения на процессе. Суд был назначен в пределах указанных в уголовном процессе в законе и не совсем понятна позиция прокуратуры в данном вопросе. Теперь суд отложен, будем надеяться, что действительно в ближайшее время судья найдет возможность рассмотреть данную уголовную деятельность. Безусловно, господин Риндерман никакой угрозы не представляет для латвийского общества, никаких новых преступных деяний он, безусловно, не совершит. Что касается того, что он находился в розыске, на что постоянно ссылается прокуратура, то в этой связи хотелось бы заметить, что уехал он из Латвии в Россию совершенно не в связи ни с каким уголовным процессом, о чем ему было вообще неизвестно, о каком это ни было уголовном процессе. После этого закон предусматривает, что ему должны были быть высланы повестки, либо его родственникам. Это не происходило. То есть официально ему вообще никогда не было сообщено о каких бы то ни было уголовных преследованиях. Просто было незамедлительно получено решение о его объявлении в розыске и о его аресте, без официального сообщения ему. В этой связи я считаю, что ссылка на то, что он находился в розыске, также совершенно не обоснованная. Возможность обжаловать есть. Насколько мы будем ее использовать, я смогу только сказать после того, как я прочитаю полный текст решения и обсужу этот вопрос со своим клиентом. Если действительно суд будет назначен в столь короткие сроки, то в принципе мы готовы и подождать это время. Судья предложила рассмотреть дело при первой возможности, как только если у нее отложится любой другой судебный процесс, возможно в июне месяце мы уже рассмотрим это дело.